Английский язык, Rainbow English, учебник, 7 класс, 2 часть. Задание у нас 6, юнит 4, степ 1. Нужно сказать, какие из этих птиц вы можете видеть, вы видели, в каком сезоне вы их видели. Птицы имеются в виду, которые у вас, скорее всего, на этой же страничке указаны. В предыдущем задании я их всех называла, поэтому, кто не знает, как они читаются, можете просмотреть. Это у нас 5 упражнение. А вот в 6 нам нужно уже письменно сделать, каких же мы из этих птиц видели. Итак, я составила, скажем, для среднестатистического школьника городского, то есть каких он может птиц в городе в основном увидеть. Кто, конечно, там любит по лесам бродить, может, он вообще всю эту флоруфауну видел, поэтому, конечно, можете составить про себя отдельный рассказ. Ну, вот давайте усредненный такой вариант. Можем написать. I saw, то есть я видел. A starlin, это у нас кварец. In spring, весной. I saw a magpie, a seagull and a swallow in summer. Я видел сороку, чайку и ласточку летом. I have seen a crow and a pigeon for a whole year. Я вижу, ну, тут уже, скажем, вижу, потому что мы целый год видим ворону и голубя. То есть вот это все мы ставили в past simple, потому что мы писали, когда именно видели. Вот весной, а вот летом. А последних поставили уже в present perfect, потому что видим как бы до сих пор. То есть целый день, извиняюсь, целый год эти птицы постоянно на виду в городе, поэтому вот как бы поставили в perfect. b. Каких из этих птиц вы никогда не видели? То есть опять же пишу такой средний вариант. I have never seen an ostrich, a woodpecker, an owl and a nightingale. Я никогда не видел страуса, дятла, сову и соловья. c. Про каких птиц ты никогда не слышал? Ну, тут, скорее всего, вы про всех слышали, хотя бы там по телевизору, в ютубе уж, я думаю, вы точно что-то видели. Так что I have heard about all these birds. Я слышал про всех этих птиц. d. Какие из этих птиц вы можете содержать как домашних питомцев? I think, то есть наше мнение, я думаю. I can keep as a pet a crow, a pigeon and an owl. Я думаю, что я могу содержать как домашних питомцев ворону, голубя и сову. Тут вот я извиняюсь, так посмотрела на картинку под номером B, то есть на вот этих птиц. Из них выбрала, в принципе, те, которые, ну, как бы у людей есть опыт их содержания. То есть вот ворону, в принципе, иногда содержат сову и голубя. Но, я же забыла, у нас же есть вот эти варианты. Поэтому сюда обязательно можете дописать канарейку волнистого попугайчика. Это budgie и parrot. То есть вот это, который действительно у нас как домашний питомец содержится. Итак, вернемся к нашему C. То есть вот здесь вот где? Вот сюда можете дописать еще вот тех вот попугаев и канарейку. И какие из этих птиц стали домашними? Попугаи, канарейки, волнистые попугаи, некоторые голуби и страусы, сейчас страусинная ферма-то есть, стали домашними. Но здесь, кстати, можно указать еще гусей, уток, куриц. Вот это те, которые очень давно стали домашними, то есть уже считаются именно как домашними, таким фермерскими птицами. Итак, следующее у нас B. Выберите одну из птиц из пятого упражнения и скажите, что вы о ней знаете. Нужно упомянуть where it lives, где живет, какого она цвета, она большая или маленькая, сильная или слабая, и так далее, и так далее. Чем она питается и чем она отличается от других птиц. Ну, я выбрала здесь сов. То есть вот по порядку я тогда вот так и пронумеровала, ну, как бы сделала отдельные сноски для каждого ответа. Итак, где живет? Owls live in the forests. Совы живут в лесах. Какого цвета? They are usually grey or brown. Они обычно серые или коричневые. Третье. Большие, маленькие, сильные, слабые. They are rather big and strong birds. Они довольно большие и сильные птицы. Четвертый. Чем питаются? They feed on mice, insects, small reptiles and fish. Они питаются мышами, насекомыми, маленькими рептилиями и даже рыбой. Чем они отличаются от других птиц? Owls are different from other birds because they are active only at night. Совы отличаются от других птиц, потому что они активны только ночью. Пар 좌ы и быстрее. Субтитры делал DimaTorzok